Всем привет! Сейчас я расскажу вам о различных научных штуковинах, которые встречаются в нашей повседневной жизни, а многих из них вы никогда даже не слышали. Что ж, давайте начнем! А вы знали, что у вас не получится почувствовать вкус еды без слюны? Да, именно так. Чтобы ощутить вкус, химические вещества из пищи должны сначала раствориться в слюне. Попробуйте высушить язык и положить на него сухую еду, а потом выпейте воды и повторите эксперимент. У кузнечиков уши находятся не на голове, а на животе. Эти уши помогают им слышать звуки, которые они издают, чтобы привлечь партнера или оценить размер соперника. Такие ушные органы особенно чувствительны к частотам, которые важны для их общения и ориентации в пространстве. Если Беттельгейзе, гигантская звезда в созвездии Ориона, взорвется как сверхновая, она будет освещать наше небо в течение двух месяцев. Это событие может произойти в любой момент, даже завтра. Осьминоги обладают тремя сердцами, девятью мозгами и синей кровью. Два сердца работают для перекачки крови к жабрам, а третий отвечает за циркуляцию по всему телу. И каждая щупальца управляется отдельным мозгом, который может действовать независимо от основного мозга. Вот такие чудеса! Горячая вода может замерзнуть быстрее холодной. Этот удивительный эффект, известный как эффект Мпэмбы, происходит из-за различных факторов, таких как быстрое испарение горячей воды или образование изоляционного ледяного слоя на поверхности воды холодной. Одноклеточные водоросли в океанах производят больше кислорода, чем все леса на суше. Вот так просто! Большая часть воздуха, которым мы дышим, создается не в лесах, а в воде. Некоторые ящерицы, такие как гекконы и хамелеоны, используют свои языки, чтобы нюхать окружающую среду. Они вытягивают длинный язык, собирая с его помощью крошечные частицы из воздуха. Затем ящерицы возвращают язык в рот, где частицы анализируются специальным органом, называемым органом Якобсона. В нашем организме есть гены, которые мы унаследовали от растений и грибов. Да, мы все немного растения. Эти гены могли попасть к нам через горизонтальный перенос генов, когда микроорганизмы обменивались генами друг с другом. Ваш мозг способен хранить столько же информации, сколько содержится во всем интернете. Ученые считают, что человеческий мозг может вместить до 1 петабайта данных, что было примерно равно объему всей информации в интернете на 2016 год. Существует больше деревьев на Земле, чем звезд в нашей галактике. Наш родной Млечный путь содержит около 100 миллиардов звезд, а на планете Земля растет около 3 триллионов деревьев. Вода может одновременно кипеть и замерзать. Этот процесс происходит в условиях, когда вода достигает точки, называемой тройной точкой, где она одновременно находится в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном. Это не так-то просто увидеть, но это одна из тех вещей, которые заставляют нас задуматься, насколько удивительна наука. Свету от Солнца требуется около 8 минут, чтобы достигнуть Земли. Мы видим Солнце не таким, каким оно есть сейчас, а таким, каким оно было 8 минут назад. Поэтому если Солнце вдруг исчезнет, мы узнаем про это только через 8 минут. Человеческое тело состоит на 60% из воды, и эта вода постоянно обновляется. За год мы пьем и выводим столько воды, что по сути обновляем почти всю жидкость в нашем организме. Это похоже на ежегодную чистку водопровода. Каждая клетка крови в вашем организме совершает полный круг по телу примерно за одну минуту. Если вы подумаете о том, сколько клеток крови у вас в теле, и какой огромный объем работы они выполняют каждую минуту, то поймете, насколько наша внутренняя логистика организована на высшем уровне. Птицы – настоящие мастера навигации. Они используют магнитное поле Земли как компас, чтобы найти путь во время миграций на тысячи километров. У некоторых птиц даже есть специальные рецепторы в глазах, которые помогают видеть магнитное поле как визуальную карту. Ученые выяснили, что можно повлиять на вкус еды, изменив цвет тарелки. Красные тарелки, например, делают еду более насыщенной по вкусу, а голубые могут подавлять аппетит. Следите за выбором посуды на ужин. Вдруг захочется пиццы. Луна постепенно удаляется от Земли почти на 4 сантиметра каждый год. Это не так много, но через миллиарды лет Луна будет слишком далеко, чтобы стабилизировать климат Земли, что может привести к огромным изменениям на нашей планете. Вот такие долгосрочные прогнозы. Мед пчелами может храниться вечно. Да, это правда, настоящий мед имеет антибактериальные свойства и при правильных условиях может не портиться тысячелетиями. В древнеегипетских гробницах находили мед, который до сих пор пригоден в пищу. Наши глаза могут различать около 10 миллионов различных оттенков. У некоторых людей есть четвертая разновидность – колбочек в сетчатке, позволяющая видеть еще больше цветов, чем большинство людей. Они могут увидеть такие оттенки, о которых мы даже не догадываемся. Льды Гренландии и Антарктиды содержат 70% пресной воды на Земле. Если они растают полностью, уровень моря поднимется примерно на 70 метров, что затопит многие прибрежные города. Вот вам и повод следить за глобальным потеплением. Кофе помогает проснуться не только благодаря кофеину, но и из-за его аромата. Ученые выяснили, что запах кофе активизирует определенные гены в мозге, которые уменьшают последствия стресса и усталости. Так что даже просто понюхать чашечку свежесваренного кофе может быть полезно. Молния ударяет в Землю около 8 миллионов раз в день. Каждый удар молнии приносит с собой энергию, достаточную для закипания примерно 3000 чайников воды. Поэтому если вы когда-нибудь увидите молнию, помните, что это не просто красивое природное явление, но и мощный заряд энергии. Примерно 1% от всех людей на планете страдают от синдрома постоянной мерзлявости. Такие люди всегда чувствуют холод, даже в теплую погоду. Этот синдром связан с различными факторами, такими как низкий уровень железа в крови или нарушение кровообращения. Так что если кто-то из ваших знакомых постоянно зябнет, это может быть настоящей медицинской проблемой. У всех нас есть естественная невидимая броня. Это тонкая пленка из воды и масла на поверхности кожи, называемая кислотной мантией. Она помогает защищать нас от бактерий и грибков, сохраняя кожу увлажненной и здоровой. Вот почему дерматологи не рекомендуют слишком часто использовать мыло или жесткие очищающие средства. Каждая ваша мысль – это электромагнитный сигнал, который проходит через нейроны мозга. Ваша мыслительная деятельность настолько активна, что мозг генерирует электрические импульсы, которые можно измерить даже с поверхности головы. Эти сигналы настолько сильные, что их можно засечь простым прибором – электроэнцефалографом. Зрение дельфинов и акул под водой намного лучше человеческого. Это связано с тем, что их глаза имеют специальные клетки и линзы, которые позволяют им фокусироваться под водой без искажений. Удивительно, но они могут видеть даже в условиях очень слабого освещения на глубине. В теле взрослого человека примерно 37 триллионов клеток, и каждая из них содержит тысячи молекул ДНК. Если бы развернуть всю ДНК из вашего тела в одну линию, она растянулась бы на 55 миллиардов километров, что равно пяти расстояниям до Плутона и обратно. Вот так вот. Каждое утро мы на несколько миллиметров выше, чем вечером. Это связано с тем, что в течение дня наша спина и суставы сжимаются под давлением гравитации, а ночью восстанавливаются. Поэтому утренний рост немного больше, чем вечерний. Человеческие кости – настоящий чудо-материал. Они прочнее бетона, но при этом легче. Если бы у нас была возможность сделать конструкцию, похожую на кости человека, она была бы невероятно прочной и легкой. Так что да, в нас больше бетона, чем кажется. Акустика влияет на то, как мы воспринимаем еду. В ресторанах с более тихой обстановкой еда кажется вкуснее. Потому что наш мозг может больше сосредоточиться на вкусах и текстурах. В шумных местах мы теряем до 30% способности чувствовать вкус. Так что еда кажется менее приятной. Некоторые животные могут спать только половиной мозга. Например, дельфины и киты спят одной половиной мозга, в то время как другая половина остается бодрствующей, чтобы они могли дышать и быть насторожей. Это как если бы вы одновременно спали и смотрели телевизор. Удобно, не правда ли? Когда вы чихаете, ваш чих вырывается со скоростью до 160 километров в час. Поэтому важно прикрывать рот и нос, чтобы не распространять бактерии. Также интересно, что мы не можем чихнуть с открытыми глазами, наш мозг автоматически их закрывает, чтобы защитить их от вредных частиц. Молекулы воды, которые вы пьете сегодня, могли когда-то быть выпиты динозаврами. Вода на нашей планете находится в постоянном круговороте. Она испаряется, конденсируется и снова возвращается на Землю в виде дождя. Так что каждый глоток воды – это кусочек истории. Ваша иммунная система работает сильнее, когда вы смеетесь. Когда вы смеетесь, уровень гормонов стресса снижается, а количество антител, которые борются с инфекциями, увеличивается. Смех действительно может быть лучшим лекарством. Деревья могут разговаривать друг с другом через свои корни. Они передают друг другу сигналы о потенциальной опасности, такой как нашествие насекомых или засуха через подземную сеть грибков, называемую «Лесной интернет». Да, у них есть свой интернет. На этом у нас все. Подпишитесь на нас и вы всегда будете в курсе невероятных фактов о мире. Всего наилучшего и до новых встреч. Увидимся!